Здравствуйте! Представляю вам, уважаемые зрители сегодняшнего гостя. Человек с известной фамилией в мире шоу-бизнеса, сын музыкального продюсера, композитора и создателя группы «Нана» Барри Каримовича Алибасова. Информацию про жизнь золотой молодежи вы сполна найдете в интернете, а мы поговорим о вещах серьезных и деловых. В Архангельск бизнес-тренер и маркетолог Барри Алибасов уже во второй раз учит молодых предпринимателей, как запустить и развить свое дело, как начать свой бизнес и куда стоит вкладывать свою предпринимательскую энергию. Вот такие дела мы обсуждаем сегодня с Барри Алибасовым-младшим. Здравствуйте, Барри! Здравствуйте! Здравствуйте, Дамара! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот вы второй раз уже в Архангельске, и как вам наша молодежь? Ну, в Архангельске очень интересная молодежь, потому что, ну, если сравнивать с другими северными регионами, в Архангельске нет нефти, что очень замечательно и примечательно, потому что, если сравнивать с теми же самыми хмахантами, ямалом, то, безусловно, наличие природных ресурсов, оно вот, как ни странно, молодежь очень сильно расхолаживает, потому что они, у них чаще всего хорошо устроены родители. И молодежь, ну, такая патерналистская, если можно так назвать, то есть они не особо инициативные, потому что знают, что у них, в принципе, свои 50 тысяч месяцев в жизни в любом случае будут. В этом случае Архангельск, он мне очень понравился. Ну, мало того, что город с достаточно богатой культурой, потому что, когда я изучал Архангельский, я увидел, что и много писателей сюда в свое время сослали, и свободомыслящих людей, поэтому такие генетические корни здесь достаточно интересные у населения. Но, плюс ко всему, остается северное трудолюбие, потому что в любом северном регионе без трудолюбия нельзя. И при этом не существует линии и отсутствие инициативы, связанные с роскошью. Ну, в общем, накидали нам леща. Очень хорошо у вас, очень хорошо, талантливая, трудолюбивая молодежь, чтобы она была одновременно, понимаете, если говорить кратко, она не отмороженная, потому что чаще всего на севере люди мыслят медленнее, чем везде. Она ввиду генов очень активная, ввиду отсутствия нефти очень талантливая, и это все серьезно подкупает и заставляет меня общаться. Хорошо, давайте дальше. Я вот буду ссылаться на ваши цитаты, и вот одна из них. Ни один бизнес, ни одна бизнес-школа в стране не способна помочь малому и среднему бизнесу стать конкурентноспособным. Безусловно. А вы-то зачем занимаетесь этим безнадежным делом? Безусловно. Ну, я же, мне называют очень часто бизнес-тренером, но я стараюсь максимально откреститься от этих двух слов. И я себя, если я называю, то, прошу, называйте просто преподавателем. Дело в том, что я иногда приезжаю в регионы в основном делиться опытом по собственному бизнесу, и не веду как таковую коммерческую деятельность, связанную с образованием. Если говорить вообще о бизнес-образовании у нас в стране, проблема заключается в том, что за последние, наверное, лет пять мир начал очень сильно меняться. Вот появление соцсетей, появление такого глубокого и частого общения между самыми разными слоями населения, не только внутри страны. Вот сейчас школьники спокойно общаются со сверстниками в других странах, с китайцами. Гугл-переводчик помогает преодолеть, конечно, языковой барьер целиком и полностью. И вот так как с ростом, с глубиной общения очень сильно начинают появляться различные изменения в культуре, и в том числе и в экономике. А это приводит к тому, что работать по стандартам, по учебникам, по устоявшимся правилам практически невозможно. Вот на своем собственном примере могу сказать, что я иногда себя очень сильно корю, потому что, когда я себе позволяю рассказывать ребятам о прошлогоднем своем успешном опыте и выдавать это за, допустим, инструментарий, который работает сегодня, очень часто не дает того эффекта, потому что вот сегодня те вещи, на которых я зарабатывал вчера, они, наоборот, не просто уже другие, они являются провальными. А если мы берем любую абсолютно бизнес-школу, она построена, ну, мало того, что на западных технологиях, которые переняты, получается, между моментом, когда эта технология работала и моментом, когда человек ее получает в бизнес-школе, огромная пропасть. Ну, почему? Почему столько много программ, такой широкий спектр предложений? Мне кажется, это все-таки наш российский менталитет, потому что, ну, все-таки у нас в стране после революции начали прививать, ну, когда образование все-таки это было в царской России, наверное, атрибутом элит, и все-таки главная задача образования была не столько дать знамы и навыки, сколько повесить на тебя ярлык причастия к определенному сословию. И вот когда все-таки в 1917 году Ленин сказал учиться, учиться и учиться, вот мы за 90 лет, ну, получается, четыре поколения, они под этими словами живут, и я думаю, что русские люди сегодня скорее будут умирать с голоду, но деньги на обучение будут продолжать тратить. Значит что, нельзя научиться вести бизнес? Научиться можно, наверное, все-таки научиться можно, но мне кажется, что единственное, чему можно научиться, и что правильно, это научиться тому, как мне сделать фатальных ошибок, потому что, сколько ни объясняю, вот рассказывают ребятам какие-то банальные вещи на своем собственном опыте, и большинство аудиторий, кто все-таки вступает на предпринимательской деятельности, они шаг в шаг все твои ошибки повторяют, поэтому все-таки, наверное, главная задача не отградить от всех ошибок, которые сделал ты, пускай делают, но самое главное, наверное, отградить от тех ошибок, которые могут повредить бизнесу в принципе, или даже их жизнью, вот на таких моментах столько раз поговорить. Ну вот вы сами, почему занялись образовательной деятельностью? Ведь, собственно, можно было заняться тем же шоу-бизнесом, но тот же маркетинг, да? Ну, с шоу-бизнесом у меня не сложилось, потому что я с детства всегда хотел переплюнуть папу, а переплюнуть папу в том, где он один из самых гениальных людей, как минимум в нашей стране, если на планете, очень сложно, это вот его призвание, он там номер один, и поэтому тягаться с ним на его поле практически невозможно. Ну, причем у меня ни слуха, ни голоса, как говорится, поэтому хочется все-таки делать то, к чему у тебя есть определенная предосположенность, чем ты можешь заниматься профессионально, и в моем случае это явно не музыкальная индустрия, не шоу-бизнес. Ну вот, а если говорить, почему все-таки ушел в преподавание, да вроде абсолютно случайно, когда сам бизнесом занимался, мы занимались очень специфической деятельностью, мы развивали частное высшее учебное заведение. И это была настолько необычная отрасль, когда мы в нее вошли, что очень сложно было найти человека для обучающего центра извне, который бы обучал наших сотрудников. А как у меня в основном работа была связана с публичными выступлениями, то есть я всегда был лицом проекта и очень много выступал, поэтому мне сказали, вот ты хорошо выступаешь, поэтому давай учить, выступать, в принципе, одно и то же, вперед. И вот так я, в принципе, понял, что я стал в обучении. Но тем не менее, вы говорите, что вы хорошо выступали, да, значит, вы все равно этому как-то учились? Или вот так вот есть способности? Ну, здесь все-таки гены, я думаю, что здесь гены. На самом деле, в плане выступления, действительно, очень много было публичных выступлений, потому что моя работа маркетолога на заре начиналась с того, что каждый день у меня было 4 дня открытых дверей с школьными ребятами, где мы презентовали высшее учебное заведение. Я большую часть дня проводил в процессе выступления с аудиторией. И когда ты тем 7 лет занимаешься, большую часть дня, ну, хочешь не хочешь, какой-то навык он все-таки более-менее сформируется. То есть хорошо, когда вот ты почувствуешь свои какие-то способности, какие-то возможности, да, и ты их отприлучишь. Безусловно, безусловно. Это, конечно, удача. Что самое примечательное, я всю жизнь, наверное, бежал от отцовской судьбы, потому что мне хотелось сделать свою такую необычную, потому что мне очень привлекало, наверное, в образовании то, что вот вроде у меня папа несерьезный, смешит на сцене людей, пляшет, а я вот занимаюсь трудом таким важным, да, 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 полезным, людей учу. Прошло время, и вот через лет 10 я понимаю, что на самом деле у меня с ним образы жизни абсолютно похожи. У меня райдер гастроли, у него райдер гастроли, у него концерт там, ну, у меня лекции. И вот если взять образ жизни... И публичность, да, везде. У меня публичность, да, у него публичность, абсолютно верно. Просто получается, что у меня тот же самый концерт группы «На-На», только в прозе более долгий и меньше артистизма, и больше какой-то практичности. И солист один, так что рентабельнее получается. Да, вот знаете, я еще выдержку из вашего интервью приведу. В России, на мой взгляд, ваши слова, одна большая проблема — лень. Это так? Хотя вот вы сейчас говорили про наше трудолюбие северное. Ну, безусловно, потому что лень отсутствует только на северах, потому что если ты на северах будешь лениться, ты замерзнешь. Поэтому тут лениться погода не позволяет там чаще всего. Если мы берем все-таки основную Россию, ну, даже, наверное, это не столько лень, сколько, наверное, отсутствие инициативности. Потому что все-таки, как у нас всегда было, начиная исторически, что вот есть, не знаю, какие-то варяги, которые пришли, есть ребята, которые здесь сидят, ничего не делают, пригласили на княжение. И вот начиная от истории Руси, которая начинается, что кого-то пригласили на княжение, потому что самим вроде управлять лень, потом феодальный строй, потом Советский Союз всегда решает систему. А здесь еще ответственность, да? То есть мы не хотим брать ответственности? Абсолютно, абсолютно. Если лампочка в подъезде выкручена, значит, Путин виноват. Ну, пойди, выйди, да вкрути. Понимаешь, что проще кого-то обвинять. В этом, наверное, самая большая проблема, которая есть у нас в стране, потому что все-таки люди привыкли, что за них обязательно кто-то должен решать, а они просто должны четко выполнять чьи-то поручения. Но это, по-моему, безнадежно нам не исправить этот менталитет. Я не знаю, вот на самом деле, когда я смотрю на новое поколение, если вот когда я заканчивал школу и поступал в высшую учебное заведение, радикально, огромная разница, которую я вижу между тем, что происходит сейчас и происходит лет 15 назад, заключается в том, когда я заканчивал школу, все говорили, вот это поколение бездельников, вот мы там в Советском Союзе работали, учились, а теперь это шпана, учиться не хочет, книжки не читает. И сейчас смотрю, какая лексика у современных взрослых по отношению к ребятам, которым сейчас 12-15. Несмотря на то, что им, конечно, говорят, что они слишком много находятся в интернете и в социальных сетях, и реального мира видят мало, но при этом подавляющее большинство людей говорит, что нынешнее поколение, оно, конечно, гениальное, потому что благодаря... Мы сохранили, наверное, в современном поколении все генетические плюсы, которые есть там в нашей нации, но за счет того, что наши дети стали открыто общаться и искать на просторах интернета, потому что русские все-таки очень любознательный народ, очень любознательный, поэтому наши дети сейчас фантастически умные. Если даже брать бизнес, то я сейчас с удовольствием беру на работу 9-й, 10-й, 11-й класс. И не просто потому, что у меня это какая-то социальная ответственность. 9-й, 10-й, 11-й класс, они мало того, что менее зашоренные и больше в тренде, чем более взрослые сотрудники, они еще и действительно умнее, потому что, наверное, у них какое-то такое было слишком информативно заполненное детство, которое им позволило... Особенно девчонки. Ну, девчонки, они вообще пораньше развиваются, чем мальчики. И вот, получается, у меня сейчас основной костяк коллектива – это девчонки, которые приходят работать в 16-17 лет, там самая большая проблема, как объяснить их родителям, что они уже в таком юном возрасте могут не сделать домашнее задание, потому что надо сделать бизнес-проект. Ну, конечно, у них фантастическая резонность. Наступают на пятки, в общем, да? Безусловно. Они не наступают на пятки. Это поколение уже давно обогнало. Просто я счастлив, что оно еще не поняло, что оно такое умное, чтобы просто не плюнуть в сторону всех взрослых и не сделать все самостоятельно. Ну, Барри, вы, конечно, следите за тем, что происходит вообще на рынке предпринимательства. Вот какие изменения претерпел рынок предпринимательства за последние... Уже, наверное, не десятилетия, а вы уже сказали, что прям буквально года считанные, да? И все просто переворачивается с ногами. Ну, если про крупный бизнес не могу сказать. Все-таки моя ипостасия – это как раз маленький локальный проект. Потому что основной мой опыт связан с реализацией федеральной программы «Ты предприниматель». Кстати, не зря я дифирамбы пою в сторону Архангельской области. В прошлом году лучшая по качеству образовательная программа была признана два региона. Курганская и Архангельская как раз. Из 40 регионов, которые принимали в ней участие. Вот. Что можно сказать о предпринимательстве? Ну, в малом бизнесе, как минимум. Первое, что можно рассказать. Вот если мы говорим о том, что сейчас многие ноют на тему того, что бизнесом заниматься сложно, там государство мешает. Обратите внимание, ноют-то все кому за 30. Потому что они привыкли работать там в 90-х в условиях, когда никто не мешает. Мешают только там бандиты тебе там периодически. И вот бандиты мне уже перестали мешать, появились какие-то административные барьеры, налоги вообще надо платить. И как-то старому бизнесу сложно. Я в один раз даже испытал определенную апатию, потому что вроде столько денег тратится на развитие малого и среднего бизнеса в стране. А когда посмотрел статистику, какое количество предприятий малых бизнеса закрывается, я ужаснулся. Очень много закрывается. Мне сначала показалось, что это все какие-то потемкинские деревни, какие-то громкие слова. Но потом желание работать в этой области и двигать малый и средний бизнес спасло, когда я посмотрел структуру, а кто закрывается. Закрываются люди взрослые за 40 лет, у которых бизнес приходит в упадок, потому что они не смогли перестроиться к современным каким-то реалиям. А вот ребята, которые выпустились по этой федеральной программе «Ты предприниматель» даже в 2009-2010 году, они развиваются и у них все хорошо. Хорошо, к чему готовится современному бизнесу? К малому и среднему бизнесу? Сейчас самая главная задача, которая есть у малого и среднего бизнеса, заключается в том, как вызвать доверие у широких масс. У потребителя. У потребителя, у другого бизнеса, если мы говорим о бизнесе B2B. Потому что все-таки в любой промежуток времени самым, наверное, эффективным бизнесом становится тот бизнес, который смог как-то скостить главную статью затрат. Вот если мы берем, опять же, Киевскую Руссию и бизнес на Киевской Руси, там что сделал Олег? Сэкономил на логистике, потому что пустил по реке, пусть из варек в реке, сделал легкую логистику. И из-за того, что он сделал легкую логистику, соответственно, получился рентабельный бизнес. Там в какой-то момент это логистика, в какой-то момент это человеческие ресурсы квалифицированные. Сегодня самые большие затраты у любого бизнеса, они идут на доверие. Вот если мы берем затраты на маркетинг, затраты на менеджер по продажам, затраты на хороший офис, это же не что иное, как способ вызвать у потребителя понимание, что смотри, я не кину, я хороший, я настоящий, видишь, какой у меня офис. Получается вот такими методами? В том-то и дело, что сегодня уже не получается. Уже тертые калачи наши потребители, там все уже видели все эти времена. А что им нужно? И вот им нужны какие-то другие абсолютно человеческие вещи. Современный потребитель, когда ищет, у него нужно вызвать абсолютно человеческое доверие. И вот современный бизнес, особенно бизнес молодых ребят, он человечнее. Потому что, опять же, 10 лет назад нужно было сделать пафосный бренд, сделать пафосную рекламу. И вот когда говорили классический пример, ну вот видите, хлеб бородинский не рекламируется, но это там исключение, это там многовековая традиция и так далее. Надо продукт рекламировать и говорить, что он хороший. Сейчас вот эти вот молодые предприниматели, они не вкладывают ни в менеджеров, ни в продажу. То есть вы что, против рекламы? Я не против рекламы, я просто вижу тренд, что современные предприниматели становятся более конкурентоспособными и выбивают с рынка даже старых опытных, потому что старые могут зарабатывать доверие, только вкладывая в это доверие деньги. А молодые предприниматели научились получать это доверие как-то по-человечески, просто делая хороший продукт. Но за счет этого у них получается стоимость продукта в два раза ниже, потому что не тратят ни на менеджеров по продажам, ни на какие-то технологии, ни на налоги. Ну это профессионализм самого, да, вот этого, ну скажем, бизнесмен. Мне кажется, что они просто новой формации. Просто люди уже, у людей появился иммунитет к рекламе, и реклама уже не работает, и с ними надо без рекламы просто работать по-человечески, а в идеале работать там со своим продуктом. И если ты сделаешь реально качественный продукт, и его не рекламируешь, рекламируешь, и просто как-то грамотно выводишь его на рынок, чтобы все попробовали, продукт начинает... Он найдет все равно, да? Находит ниже, и начинает жить, и начинает очень быстро развиваться. Потому что сегодня это большое... Ну вот как у любого человека сегодня главный дефицит, это дефицит в бескорыстном общении. Потому что даже когда тебе сегодня звонит твоя подруга, которая тебе год не звонила, ты ждешь, что вот она позвонила, что она... Что нужно, да. А если она сегодня не спросила, что тебе нужно, значит завтра спросит, а сегодня вот так вот позвонила, подготовила, что вроде... Знаете, а вот вы как-то заявили, что бизнес в социальных сетях – это вообще золотая жила. Это действительно так, да? Да нет, уже нет. Уже нет. Это вот как раз то, о чем мы говорили в первом вопросе. Я в 2011 году был самым крупным владельцем подписчиков в стране. У меня было подписано на 213 новостных лентах 70 миллионов человек. То есть, соответственно, 70 миллионов человек – это больше, чем аудитория федеральных каналов, там, ВГТРК и, соответственно, первого. И в течение, наверное, года я был, соответственно, самым большим держателем в стране информационных мощностей по аудитории людей. Но прошло буквально год, я туда вложил все свои деньги. Год у меня все было хорошо. Я там планировал свое беспечное будущее. Но через год условия поменялись, и люди перестали искать информацию в социальных сетях. Потому что социальные сети наполнились коммерцией, и социальные сети стали точно таким же источником, как и телевизор, где есть реклама, как и там мобильный телефон, по которому звонят незнакомые люди и предлагают тебе купить там супердорогой пылесос и так далее, и так далее, и так далее. И вот, получается, я думал, что все будет хорошо, но через год бизнес, который был с минимальными затратами, более эффективен, чем федеральный медийный телевизионный канал, он превратился в пустышку. Вот. Буквально за один год. Представляете? Слушайте, ну, значит, по-вашему получается, ну, я, по крайней мере, делаю вывод, что вот традиционные СМИ, они должны как-то переродиться, они должны искать какую-то новую форму, новый путь, да? Ну, я думаю, что... СМИ живут, реклама, если вот из этого исходить. Если мы говорим, то, на самом деле, телевизор никогда не умрет, и никогда интернет не выдавит телевизор, потому что пока интернет не научится выдавать постоянный стрим. Потому что, ну, если мы берем сейчас все успешные интернет-проекты, успешный интернет-проект только сэкономил хотя бы один клик пользователю. Если ты, ну, почему хром стал таким? Вот сейчас все наши, в основном, телезрители, кто являются такими, ну, более-менее продвинутыми интернет-серферами, они используют сейчас Google Chrome. Раньше использовали Explorer. Пользуются хромом, потому что в хроме стало возможно в адресной строке вводить сразу поиск. А раньше мы как искали? Вводили в адресной строке поисковик, переходили на поисковик, и в поисковике уже вводили наш поисковый запрос. И вот благодаря тому, что хром сэкономил всего лишь один клик пользователю, он за три месяца выдвинул с рынка главного конкурента, которого нельзя было подвинуть 15 лет. А получается, если мы сравниваем телевидение и интернет, то в телевидении экономит огромное количество кликов. Тебе не надо ни мотать, ни щелкать, ни кликать. Нажал на пульте на кнопочку, и все работает. Поэтому телевизионная реклама как была, так останется, так и будет. Самый дешевый, самый востребованный, потому что как бы сейчас люди не говорили, это сейчас модно стало говорить, у меня нет телевизора, я его не смотрю, спрашиваешь там, а что там было, пусть говорят. А вот там было то-то-то-то-то. И получается, что вроде смотреть-то специально не смотрят, то есть нет такого, как раньше, чтобы всей семьей собирались там на новости или там на какое-нибудь воскресное шоу. Но фоном все равно играет у всех. А значит, реклама, которая идет по телевизору, все равно берет свое. Другой вопрос, каким образом сделать интернет правильную, соответственно, в интернете рекламу. Потому что если ты в интернете вынужден делать больше кликов, чем на пульте в телевидении, у тебя должен быть значительно в несколько раз более интересный и полезный контент. Поэтому у всех блогеров, интернет-СМИ очень тяжелая работа. Им нужно с точки зрения качества подаваемой информации быть на уровень выше, чем та информация, которая существует по телевизору, и только тогда они смогут принимать эту аудиторию. Да, вопрос, конечно, большой, тема очень такая широкая. А вот, кстати, вы отца своего можете привести в пример как успешного бизнесмена? Безусловно, безусловно. Я больше, наверное, всего жалею сейчас, что у меня отцовские советы и его желание сделать из меня успешного человека. Вот буквально, ну, наверное, лет до 27 они просто проходили мимо. Сколько он мне всего советовал, сколько он мне всего предлагал, а для меня самое важное, сам, сам, там, папа, ты ничего не знаешь, я самый умный, там, посмотри, там, сколько тебе лет, сколько мне, я в тренде больше, это все не так. Сегодня все делается по-другому. А сейчас я смотрю на отца и понимаю, что он, наверное, один из самых гениальных предпринимателей в стране. Потому что, вот вы сказали про группу Нана, но если мы еще возьмем ее первую группу Интеграл, то фактически отцовский бизнес, бесперебойный, без кризисов, работает 50 лет. Отец в этом году, в следующем году, в начале 2016-го, будет ознаменовано 50 лет со дня основания первой группы Интеграл. И вот если мы берем всех существующих бизнесменов, миллиардеров, найдите хотя бы одного миллиардера, который является миллиардером в России 50 лет. Такого нет ни одного. Единственный успешный, богатый человек, чей бизнес работает с тех времен, это, соответственно, мой отец. Поэтому, с точки зрения долгожительства и стабильности, каким образом он пережил, получается, 7 президентов, 7 руководителей нашей страны, прошло уже через моего отца. И как, будучи человеком, который постоянно ходит по острию ножа, который всегда играет и зарабатывает на том, что предоставляет содержание, которое противоречит основной линии, которая гнет государство, суметь прожить в этом 50 лет успешно, без кризисов, и не быть уничтоженным ни одной властью. Вот это искусство, конечно, у него, наверное, не дающееся. А что он вам советовал, так вот говорите, что не следовало советовать? Что такое, чего вы сейчас прислушиваетесь? Я рабочее место свое начал убирать. Он меня все-таки заставлял там кровать за собой заправлять, там, не знаю, стульчак унитаза опускать. Я вот ершиком после себя, соответственно. Вот такие вот, вы знаете, банальные вещи. Но вот я сейчас, когда... Они формируют все равно какую-то личность, да? Безусловно, безусловно. То есть я не могу сказать, что мне отец раскрыл какие-то великие секреты бытия, которые никто не знает. Он меня наоборот, от всех вот этих вот философствований всегда опускал на какие-то банальные вещи, которые сегодня работают. К земле поближе. К земле поближе, абсолютно верно. И когда я сейчас сам работаю со своими сотрудниками, вот то, что мне отец 10 лет назад говорил, я стараюсь вспомнить, потому что он сейчас неохотно уже говорит. Он сам устал 8 лет со мной бороться, я с отцом с 14. И вот он сам устал со мной бороться и пробиваться через мою огромную стену, вот отталкивание всего, что он мне говорит. Поэтому я сейчас, наоборот, стараюсь впитывать каждое его слово, потому что... Вот даже многие тренинги, за которые сейчас платят огромные деньги, это тренинги, основанные, выстроенные на фоне тех советов, на опыте и советах, да. Ну а вот как вы считаете, на успешность и рост вашей карьеры повлияла фамилия известная? Безусловно, безусловно. Если бы я... Ну, тут есть и плюсы, и минусы. Повлияла безусловно. Но я не могу сказать, что фамилия Алибасов только облегчила жизнь. Она усложнила жизнь ровно настолько, насколько и облегчила. Суть звездной фамилии... Ну вот смотрите, я все-таки пошел немножко по другому направлению, по такому предпринимательскому, более деловому, наверное, направлению. Плюс, безусловно, заключается в том, что фамилия Алибасов всегда вызывает интерес. И когда, там, не знаю, Василий Иванов отправляет коммерческое предложение в какую-то компанию, или просто звонит и говорит, здравствуйте, с вами хочет пообщаться, Василий Иванов, конечно, ему приходится преодолевать огромное количество преград. У меня все двери открыты, потому что вне зависимости от того, знают меня или не знают, когда с тобой хочет поговорить Барри Алибасов, то я могу позвонить практически любому человеку. То есть любому чиновнику, любому губернатору. Звоню в приемную, и если мне надо с кем-то решить вопрос, со мной всегда общаются из абсолютно детского любопытства. Что за персонаж такой молодой Алибасов? Интересно, что он хочет? И вот, конечно, в этом плане это, безусловно, плюс, потому что при правильном управлении этим даром ты можешь развиваться гораздо быстрее, чем любой другой человек. Ну и ответственность гораздо больше, потому что если ты Алибасов, причем Алибасов с претензией не на еще одного представителя золотой молодежи, а на Алибасова, который вроде как пытается создать хотя бы что-то похожее по уровню на то, то, что создал отец, тебе приходится очень серьезно работать, потому что после того, как у тебя вызвали интерес, тебе задают планку гораздо выше, чем Василию Иванову, если бы он все-таки пробился. Поэтому Алибасовым легче начать, но гораздо сложнее сделать. А вот у вас, кстати, какой самый личный мотив заниматься бизнесом? Это что, прибыль получить, это интерес, это что? Вы знаете, я, наверное, бизнесом не люблю заниматься, бизнесом, наверное, пришлось заниматься по... То есть преподавание вы не считаете бизнесом? Да почему? Это самое что ни на есть бизнес, самое что ни на есть бизнес, но я сейчас ушел в то, что преподаю. У меня бизнесом выбирает директор, сотрудники всем этим занимаются. Я работаю себя в компании преподавателем, езжу и преподаю на самом деле. Поэтому я наоборот стараюсь уйти от бизнеса, я не бизнесмен. Но просто так в жизни получилось, что было там бедное детство, до тех пор, пока я к отцу не переехал, а вот и нужно было как-то деньги зарабатывать, как-то крутиться. Потом у нас в детстве были ссоры с отцом, и он мне просто перестал платить за школу, а вот и нужно было заработать на высшее учебное заведение. А как ты можешь заработать, когда у тебя нету профессии? Ты можешь заработать, соответственно, только бизнесом. Поэтому бизнесом я начал заниматься по нужде, и эта нужда как-то подталкивала к профессиональному развитию. Безусловно. Если бы стимула не было, если бы отец в свое время предоставил мне такие золотые условия, которые обычно представляют родители своим детям, я бы не то что бизнесом, я бы до сих пор даже на работу не пошел, я учился в какой-нибудь третьей аспирантуре, отращивая себе там погрязнение. А вот у вас есть какой-то рецепт малого и среднего бизнеса, успешного в России именно? Ну, вот смотрите, рецепт он очень простой. У меня сейчас на данный момент рецепт есть, но я опять боюсь его рассказывать, потому что завтра он опять окажется... Через месяц, да? Через месяц он уже, безусловно. Поэтому этот рецепт, но он всегда, его надо искать здесь и сейчас, поэтому надо постоянно пробовать. Главный рецепт заключается в том, что вот и наши родители, наши бабушки, наши дедушки, да и все предыдущие поколения в медленном мире привыкали сначала отрастить себе багаж знаний. Медленный мир, как хорошо, да, сказал? Спасибо, спасибо большое. Видите, что это уже получается. В этом самом мире мы все привыкли сначала нарастить багаж, как ты без багажа знаний пойдешь на работу, надо сначала отучиться, а потом идти работать. Вот нужно сначала что-то такое себе нарастить, там невидимое, чтобы с этим можно было идти. Сегодня наращивать опять же бессмысленно. Как мне сказал мой очень хороший друг, директор персонала, персонала в крупном холдинге, мы с ним общались на тему опыта, и я ему говорю, ну разве у тебя нет сейчас сотрудников с 10-летним опытом работы? Вот же они ходят. Он говорит, к сожалению, они сегодня уже не сотрудники с 10-летним опытом работы. Они сотрудники с годом опыта работы 10-летней давности. Понимаете? Поэтому... Печально. Печалька-то печалька, но на самом деле молодым как раз сейчас и самая дорога, потому что получается самый главный рецепт заниматься бизнесом, не идти по старому пути. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 7 раз отрежь, посмотри, как отрезалось, режь дальше. Вот получается рецепт, который есть у сегодняшнего поколения. Пробуйте, пробуйте, еще раз пробуйте, и если вы 10 раз попробуете, вы, безусловно, найдете лучшее решение, чем те люди, которые долго учатся тому, как отрежь в решение прийти. Я все-таки считаю, что мы тоже на что-то можем пригодиться. Безусловно, безусловно. Как минимум у нас уже гормоны не играют. Я чувствую, что с каждым годом приходит все больше, наверное, такой житейской мудрости, потому что, если бы просто даже, если брать с точки зрения знаний, наверное, миссия взрослых, как носителей опыта и мудрости, она с каждым годом уходит в прошлое, учитывая современную действительность. Но, все-таки, взрослые гораздо лучше, чем взрослее человек, тем он взвешеннее принимает определенные решения. И, конечно, если наши вот сейчас молодые и предприниматели, да в любой работе, где бы они ни работали, они не будут опираться на слова старших, то есть просто большой риск для жизни. Поэтому наша задача, наверное, как и у всех западных семей, как родителям, даже не направлять, а оградить от фатальных ошибок. А все остальные они сделают сами, я думаю, сделают даже лучше, чем мы. Спасибо вам, но у меня небольшой блиц. Конечно. Отец следит за вашей карьерой? Да. Ваши интересы, хобби? Спорт, история, спорт. Какой спорт? Ну, я в основном единоборствами стараюсь заниматься, самыми разными. Вот тайский бокс мне сейчас очень понравился, очень эффективный. То есть, если брать спорт, то это тайский бокс, я вот все-таки такой боевой человек по натуре. Изучаю я больше всего историю, мне она безумно нравится, кто, почему, откуда, куда пришел. Лев Гумилев, это вообще чуть ли не главный персонаж, не самый любимый автор книг. А так, когда ты занимаешься предпринимательством, у меня, получается, в преподавании есть самое основное хобби и увлечение. Потому что я сегодня уже за последние шесть дней в седьмом городе с молодыми предпринимателями. И не сплю, практически сплю только в самолете. И когда я приезжаю, у тебя, там, не знаю, ты в Волгограде общаешься на тему того, как выстроить социальный патриотический бизнес. В Томске паренек выращивает нанокристаллы. Там, не знаю, в Кабардино-Балкарии придумали ректальную проверку беременности у коров. И когда ты круглосуточно въезжаешь от нанокристаллов до ректальной проверки беременности у коров, у тебя главное хобби – это пробовать. Поэтому, кроме каких-то таких фактических хобби, там спорт и история, наверное, главное хобби – это пробовать, пробовать и получать новое ощущение. Музыку любите? Не очень. Черты характера или вредные привычки, от которых вам бы хотелось избавиться? Вспыльчивость. Хочу избавиться от вспыльчивости. Хочу избавиться от лени. Очень сильно. Тяжело утром встаю. Встаю, но каждый раз это как на гору взойти. Да и вообще, на самом деле, я себя люблю. Я ни от чего не хочу избавляться. Кроме того, как научиться вставать утром пораньше и делать это системно и стабильно, в остальном я считаю себя практически идеальным для себя человеком. Согласны с высказыванием Марка Твена, чтобы стать успешным, нужны только две вещи – невежество и уверенность в себе? Абсолютно. Абсолютно. Марк Твен прям предвосхитил то, что должно быть. Я не согласен с этим выражением Марка Твена, основываясь на том времени, в котором жил Марк Твен. Но если применять его слова к сегодняшней действительности, вот так оно и есть. А ваша любимая цитата или высказывание, которое в трудных жизненных ситуациях? Делай, что должен, и пусть будет, что будет. Не люблю планировать, люблю жить здесь сейчас. Спасибо вам большое. И, конечно, удачи и успехов. Благодарю вас за замечательный эфир. До свидания, дорогие друзья. Для того, чтобы достичь успеха, вам нужна идея, которая будет вас вдохновлять, за которую вы будете держаться, которая будет вас подталкивать. Высказывание американского футболиста Тони Дорсета. У нас в гостях был очень идейный человек, бизнес-тренер, маркетолог, преподаватель Барри Альбасов-младший. А мы, как бы то ни было громко это ни звучало, живем в век идей. Они создают и разрушают цивилизации, и двигают прогресс. Такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова